Всем привет, с вами Синг, и сегодня мы поговорим о топливе и развитии персонажей. Начнем издалека. Каждый раз, когда вы поднимаете уровень мира, у вас скрывается новая сложность в данжах и еженедельных боссах. Следовательно, у вас растет за них награда. К тому же, награда растет за дейлики и за виртуальный мир. Но тут есть два важных момента. Во-первых, награда за виртуальный мир обновляется в начале недели и потом не меняется. Следовательно, если вы хотите форсировать награду за нее, то это надо делать в конце недели. Например, сейчас награда в виртуальном мире у меня выглядит как-то вот так. Еще один из моих дорогих подписчиков скинул скрины, как она будет выглядеть на 50 уровне. Выглядеть она будет как-то вот так. К сожалению, это Франкенштейн, который слеплен из двух скринов, но основная информация понятна. Если коротко, всех ресурсов чуть-чуть побольше и разница в 30 нефритов. В общем-то, не так уж и много. Посмотрели, сравнили, информацию впитали. Второй момент связан с дейликами. Открываем дейлики. Честно сказать, я не проверил и не помню, награда за дейлики может увеличиться в тот день, когда вы взяли новый уровень мира, или она только на следующий день вырастет. Но не думаю, что это очень важно. Сейчас я получаю с каждого дейлика 290 опыта. На прошлом уровне мира было 260, а начиная с 50 уровня аккаунта будет уже по 320. Собственно, мы достаем вторую картинку Франкенштейна, которую я лепил из пяти картинок, и на которой вся эта информация подтверждается. При том, мы можем сравнить награды, я для вас пролесну, вы можете постопать, посмотреть и оценить. Как-то так. Опять же, в дейликах вы всегда на любом уровне получаете фиксированное количество нефрита. И скалируются только остальные награды. Это довольно важный момент. Окей, убираем Франкенштейна. Убираем дейлики. Теперь у нас возникает вполне логичный вопрос. Стоит ли спешить брать 50 уровень? Этот вопрос, конечно, стоит в первую очередь для фри-то-плейщиков. Киты уже давно взяли 50, если не больше. Я подготовил для вас таблицу. Вот так вот. Даже, наверное, можно ее чуточку подувелить. Ладно, так тоже нормально. Извините. Это таблица с опытом аккаунта. То есть вы видите, сколько опта вам нужно для того, чтобы апнуться. И на основе этой информации мы будем делать выводы. Если проходить только дейлики и тратить ежедневное топливо каждый день, то вы где-то за, получается, 13,5 дней сможете прокачаться с 30-го до 40-го уровня. Но вы сделаете это, на самом деле, намного быстрее. Потому что чаще всего на этом этапе у вас еще есть квесты, у вас есть сундуки, сюжет. Вот это вот все добро. По сути, это выйдет намного быстрее. Дальше. Для взятия 50-го уровня нужно уже 18 дней. И как будто возникает желание потратить ту смолу, что мы копили. Но с 30-го по 39-й уровень мы получим от помпом 10 патчек топлива по 60 единиц. Вот оно. Это 3000 опыта. А теперь мы смотрим на таблицу верхнюю, которая показывает, сколько мы получаем опыта в день в зависимости от нашего уровня мира. Да? И понимаем, что... Ну что дадут нам 3000 этого опыта? Мы так в день получаем, например, 2650. Неужели мы хотим слить 10 смолы ради выигрыша одного дня с мелочью? И такая же ситуация происходит с сапом от 40-го до 50-го уровня. Только еще менее выгодная, потому что разница стала еще меньше. Итогово. Даже если мы будем тратить все топлива от помпом, наш выигрыш по времени будет весьма сомнителен. И теперь мы хитрым колобком перекатываемся в 50-й уровень. С 30-го по 39-й уровень мы не получаем золотые релики. С 40-го по 49-й уровень мы получаем один золотой релик. А с 50-го по 59-й мы получаем примерно полтора релика сходки. То один, то два. То есть, допустим, за два похода мы получим три релика. Таким образом, если мы экономили смолу только с 40-го уровня, то мы получим 7,5 золотых реликов. Если мы экономили с 30-го уровня, то 15 золотых реликов. И это можно перенести практически на любую игровую активность. Но релики, на мой взгляд, наиболее показательны. И теперь риторический вопрос. Что лучше? Выиграть в лучшем случае три дня для взятия 50-го уровня? Или получить на 50-м уровне лишние 15 реликов? Лично я выбрал релики. А точнее более быструю прокачку второй команды для зеркала. Опять же, у вас же могла сохраниться смола с более ранних уровней и с батл пасса. В целом, нет ничего фатального в том, что вы взяли уровень побыстрее. Проблема скорее в том, что у вас вывалится кишка из жопы, когда вы поймете, как устроен 50-й уровень. И давайте об этом, в общем-то говоря, поговорим. Перекатываемся дальше, в планировщик возвышения. Я уже собрал все ресурсы для того, чтобы прокачать зелье и ее пушку. Но надо понимать, что 24 из 38 нужных фиолетовых стрел, вот этих вот стрел, мне дал батл пасс. 38 фиолетовых стрел это 114 синих стрел или 342 зеленых стрелы. Я просто рассказываю масштаб трагедии. Вот. И тут у меня заготовлен скрин, прям свежайший, который я только-только сделал. Это поход на 60 топлива за материалами для брони. Потому что мне надо качать бронечку. И желательно заранее. Мы получили 4 синих части и 14 зеленых частей. Мы смело умножаем это на 4, чтобы получить дневную норму. Немножко ее округляем, конвертируем и выходит 33 синих части в день. Вот. И подходим теперь к самому интересному. Что это значит? Это значит, что одни части для возвышения пушки и для возвышения персонажа и следов нам потребуется 3,5 дня фарма. Только вот этих вот гармонических, охотничьих и так далее вещей. Еще нам надо собрать 20 глаз бури. Ну, конкретно для брони. Это части стихии. Чтобы вы понимали, что это такое, я вам покажу в игре. Для тех, кто упускает. Это вот эта вот часть. То есть для персонажа пятерки нужно 20, для персонажа четверки нужно 15. С тени выпадает 3 детали. Это важно. Возвращаемся обратно к ужасающему тексту. То есть уже выходит, что для того, чтобы собрать 114 синих частей, и для того, чтобы собрать 20 частей стихии, нам нужно 4,5 дня. А нам надо выкачать хотя бы одну пачку. А в идеале нам нужно 2 пачки. И при этом нам нужны еще книги опыта, банки эфира, материалы с монстра и продвинутые материалы с еженедельных боссов. То есть если мы все это умножим на 8, хотя по факту чуть-чуть поменьше, скажем так, скорее на 7, например. Мы ведь хотим 2 команды, чтобы ходить в зеркало хаоса. Вот. Выходит, что нам нужно просто какое-то невероятное количество ресурсов. Чувствуете, да, как кишка в заднице задрожала от вот этого подкатывающего ужаса гринда. И еще я напомню важный момент, что на 50 уровне у вас же немножко расширяются возможности. Я об этом говорил в самом начале. То есть если мы, например, посмотрим на вот этот вот конус, обратно тэпнемся к поселению роботов. Ну вот. Давай, игры, пошевеливайся, платва. Нажмем, и мы увидим, что у нас начнут дропаться фиолетовые части. И в этот момент мы вспоминаем о том, что можно экономить смолу. Чувствуете, да, как сэкономленная смола, извините, топлива, начинает казаться ценнее? Ну, ладненько. Я очень надеюсь, что я не запугал вас. Во-первых, вы можете пока не пробовать зеркало и совершенно спокойно играть одной хорошей командой. Во-вторых, игры такого формата всегда упираются во время и рано или поздно вы все прокачаете. И в-третьих, у меня есть для вас план. Шесть простых шагов. Знаете, звучит, как какая-то программа для алкоголиков или что-то около того. Для гачеголиков. Смотрите, шаг первый. Мы подбираем себе команду. Мы выбираем четырех персонажей, которые нам нравятся и синергируют в команду. Ну, даже не обязательно, чтобы синергировали. В первую очередь, чтобы они нам нравились. Синергия, правда, будет тоже приятна. Теперь, что мы делаем дальше? Второй шаг. Перед каждым апом мира, вот, допустим, на примере зелия, да, мы стараемся всегда приготовиться к тому, чтобы возвысить персонажа, чтобы у нас были ресурсы на его возвышение, когда мир апнется. И чтобы мы всегда могли сразу усилить пушечку сразу же на этом же апе. То есть для этого нам нужны материалы, там, связанные с типом персонажа, нам нужны материалы с монстров, нам нужны банки эфира и книжки опыта. Все предельно понятно. То есть левел и оружка дадут нам максимальный прирост эффективности. Что мы делаем дальше? Третий шаг. Мы тоже, опять же, заранее фармим на ключевые следы. Что такое ключевые следы? Это апы статов, и это дополнительные способности, которые всегда дают довольно хороший прирост персонажу. Это действительно важно. Если мы и с этим всем справились, дальше мы начинаем собирать и копить ресурсы на то, чтобы прокачать сверхспособность, талант, навык. На некоторых персонажах даже мы хотим прокачать тычку, например, на той же зеле. И вот теперь мы подходим к следующему довольно важному моменту, к пятому шагу. Фарм навыков был четвертым. Желательно начать думать о серьезном тимбилдинге, когда вы решили все загадки, собрали все сундуки, прошли всю сюжетку, залутали все магазины на всех планетах. И в этот момент мы можем открыть реликвии, которых у нас будет теоретически очень много. И мы делаем упор на фиолетовые реликвии, потому что на тот момент у нас будут именно они. Что мы делаем? Мы выбираем удачные куски, неважно из каких сетов, которые подходят нам к персонажу по статам. То есть, например, вот у меня курточка, которая уже лежит очень много времени, с крит-шансом, который всегда очень полезен для зелия. Да? Или вот у меня есть сапожки на силу атаки. И так далее, и тому подобное. Вы всегда можете найти миллион гайдов с объяснением, какие нужны статы для того или иного персонажа. Вот. И набрав вот это вот все добро, мы просто берем и прокачиваем хотя бы до плюс девять, а в идеале до плюс двенадцати на всех четырех персонажей из нашей основной пачки. Но при этом мы стараемся не тратить другие фиолетовые части, не тратить их на прокачку. Мы просто пытаемся по максимуму зарядить нашу четверку. При этом не обязательно вкладываться в планарные сферы. Если у вас есть какие-то крутые планарные сферы, мне, например, повезло, мне выпала квантовая планарная сфера на зелечку, то в нее можно вложиться, она даст классный буст. Но по факту это не очень обязательно на том этапе игры, на котором мы находимся. И вот мы сделали эти пять шагов. Не потратили лишние фиолетовые релики. Прокачали те релики, которые нам нужны. Мы можем себя похвалить, потому что мы собрали одну хорошую команду, которая на данном этапе игры должна закрывать весь контент, который соответствует ее уровню. И на самом деле она сможет закрывать даже контент посложнее, чем наш уровень. И теперь самый интересный, шестой шаг нашего плана. Мы повторяем первые пять пунктов для второй команды. Ладно, мне очень хочется ехидно посмеяться, но я буду серьезен. Когда вы прокачиваете одну команду, у вас возникнет понимание того, как все это работает. И уже на второй команде вы можете искать шорткаты, так называемые короткие пути. Например, не вкладываться в какие-то неважные следы. Да, я вот в свое время действительно даже навыки некоторые не прокачивал. Что ж поделать. Значит, например, вы получили какой-то хороший релик для первой команды. Вы его прокачали, и тогда освободившийся релик вы можете передать во вторую команду. Понимаете, да, о чем я? И ищите разные вот эти маленькие способы для того, чтобы потихонечку собирать вторую тиму. Главное, не надорвитесь, не пытайтесь все выкачать здесь и сейчас. То же базовое зеркало вы в крайнем случае сможете закрыть просто оверлевелингом, когда получите 50-й уровень аккаунта. Помните, игра нужна ради удовольствия. Нет какого-то глобального рейтинга или меренья писками. Весь этот гайд нужен для того, чтобы вы чуть эффективнее тратили ресурсы и быстрее пришли к хай-энд контенту. Опять же, для примера вы можете посмотреть на другом моем видео, какими кривыми и непрокаченными командами я в первый раз закрывал зеркало. И я думаю, вас это сильно успокоит. По крайней мере, я лелею такую надежду. Вот. Ужасно, да. В общем, я надеюсь, что я дал вам пищу для рассуждений, не испугал, и вы с мужеством и с удовольствием займетесь будущим фармом. Я приложил очень много усилий для этого видео, и, пожалуй, я в первый раз попрошу вас лайкнуть и поделиться им. Мне было бы очень приятно. Я действительно сильно старался, чертил эти таблицы, считал, и занимался чем-то непонятным вместо того, чтобы лежать на диване и отдыхать. Вообще, ребята, вот, ваш фидбэк, комментарий и все остальное очень помогает. Мне действительно нравится теперь этим заниматься, тратить свое время и делиться тем, что мне интересно и что, как выяснилось, востребовано людьми. Вот. Так что, я вас всех очень люблю. Большое спасибо, что смотрите. Всем удачи в гаче и в прокачке. Пока-пока. Пока-пока.